Добрейшего времени суток, мои дорогие! Вы находитесь на канале Маму Людмила. Я бесконечно рада приветствовать вас. Если это видео будет вам полезным, не забывайте ставить лайк. Итак, вашему вниманию мой новый проект Астериск. Астериск, звездочка, почти кардиган. Почему почти кардиган, спросите вы. Все просто. Я не делала застежку на петельки. Я зашила застежку наглухо. Поэтому я и говорю, почти кардиган. Но вы, безусловно, сможете сделать петельки и пуговки. Потому что в моих моделях главная конструкция. И вы это знаете. Итак, начнем. Прежде всего, пряжа. Как можно было назвать этот проект, если не Астериск, звездочка, с такой пряжей. Великолепный шелк Хосигава от Лены из магазина Вулунатик. Великолепная пряжа, чудесное полотно. И, конечно же, все начинается с технического рисунка, снятия мерок, расчетов. Я прилагаю вам мой технический рисунок для того, чтобы вы могли его увидеть. Увидеть мои размеры, мою плотность вязания и даже ритм моих прибавок. По конструкции моя модель это нулевой реглан. То есть, линия реглана, которая начинается с одной-двух петель от плеча. И она падает по плечу под большим углом, стройня нашу фигуру. А дальше у меня всегда идет разработка и планирование модели. Я начинаю вот здесь с набора Джуди. И в обе стороны я буду вязать резинку один на один с крещенными петлями. Причем длина вот этой резинки, она должна захватывать выход в реглан. Количество петель. То есть, это ширина горловины спинки плюс петли реглана. Плюс еще один ряд для того, чтобы потом продолжить вот здесь вот вязать эту планку. После того, как я свяжу эту планку до сих пор, я наберу петли и уже продолжу вязать, формируя вышку. По краю будет идти резинка, как я уже сказала, скрещенная. Причем она не широкая, 3 сантиметра из 10 петель. В этой резинке я буду вязать разные края. То есть, тот край, из которого я буду набирать, я буду вязать обыкновенные кромочные. А с вот этой стороны я буду вязать двойную кромочную, для того, чтобы формировать край. Начнем. Я набираю 10 петель на основной номер спиц. Для того, чтобы сделать этот набор, я сначала завязываю петельку. Одеваю ее на одну спицу. Ставлю рядышком вторую спицу. Вот так. И набираю на каждую из них по 10 петель. То есть, одна есть по одной. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. У меня 10 петель. Я вытаскиваю одну спицу. И я начинаю вязать вот здесь вот сейчас мою резинку. Причем, у меня резинка будет один на один. Поэтому и здесь, вот с этой стороны, это у меня будет внутренняя сторона. То есть, здесь у меня будет обыкновенная крайняя. Но для начала, первый ряд. Смотрите, что я делаю. Я вяжу первая петля, крайняя. Следом у меня будет изнаночная. Я ее сразу вяжу скрещенной. Опять лицевая. Скрещенная. Изнаночная. Скрещенная. Лицевая. Лицевая. Скрещенная. То есть, я сразу вяжу мою резинку один на один. И уже сразу вяжу ее скрещенной. Теперь у меня осталось здесь две петли. Я же буду здесь сейчас делать двойные петли. То есть, я провязываю лицевой эту петлю. И последнюю провязываю изнаночной. Следующий ряд. Поскольку у меня здесь двойная кромочная. В эту сторону. То я снимаю первую петлю. Причем, обратите внимание. Я снимаю первую петлю. И для того, чтобы она не перекрутилась, мне нужно вторую вот эту петлю тоже снять. Здесь двойная кромочная. Я ее снимаю. И дальше вяжу опять мою скрещенную резинку. Лицевая. Изнаночная. Изнаночная. Вы видите, я их все вяжу скрещенными. То есть, я лицевую петлю, я ее переставляю. Потому что я вяжу бабушкиными. Для того, чтобы она ложилась скрещена. А изнаночную петлю, вместо того, чтобы вязать ее вот таким вот образом, я ее тоже скрещиваю. То есть, я ее вяжу снизу. Лицевая. И последняя. Изнаночная. И теперь смотрите. Вот это у меня будет лицевая сторона моего изделия. Вот это изнаночная. То есть, для того, чтобы укрепить скрещенную резинку, я сейчас делаю следующим образом. Здесь у меня обыкновенная кромочная. Я ее снимаю. И теперь изнаночные петли, я их не провязываю. Я их снимаю. А лицевые провязываю скрещенными. Снимаю. Лицевые провязываю скрещенными. И теперь смотрите. Вот это вот та лицевая, которую я сняла. У меня двойная кромочная. Я ее провязываю обыкновенной, не скрещенной. И провязываю последнюю крайнюю. И таким образом я сейчас буду вязать все ряды. То есть, в изнаночном ряду. Опять я снимаю первую здесь. Снимаю изнаночную вторую. И дальше вяжу резинку один на один. Причем, вы видите, вот это те петли, которые я в прошлом ряду снимала. Обратите внимание, что вот эти лицевые, их не нужно переставлять. От того, что я их в предыдущем ряду снимала, они сами вытягиваются. Сами перекручиваются уже. То есть, она снята и перекручена. Ее не нужно перекручивать. То есть, посмотрите петли в лицо. Для того, чтобы она у вас хорошо в лицо. Чтобы она у вас сложилась. Укороченными рядами формируем углубление горловины спинки. Итак, смотрите. Во-первых, хочу вам уже вблизи показать, потому что это видно. Видите, с этой стороны на черном, я понимаю, не очень видно. Но в любом случае, с лицевой стороны вытянутая резинка получается вытянутая петля. С внутренней она получается укрепленная. Видите? То есть, она будет значительно лучше держать форму и не растягиваться за счет того, что она укрепленная. Потому что в изнаночном ряду я снимаю изнаночную петлю. Та, которая с изнаночной стороны. И сейчас укороченный ряд. Как я его вяжу? Укороченный ряд нам нужно формировать вот эту сторону больше. Она у нас должна быть длиннее. Та, откуда мы будем набирать петли. И так я это делаю. То есть, у меня идет сначала обыкновенная. Я в лицевом ряду, в лицевой стороне. То есть, я вяжу и лицевые, и изнаночные. И я их, конечно же, все вяжу скрещенными. Потому что она у меня скрещенная. И изнутри, и снаружи. Причем, обратите внимание еще раз. Я это уже показывала. Что лицевая петля с лицевой стороны, она уже лежит как скрещенная. Потому что я ее с изнанки не провязывала. И так провязала лицевую и изнаночную. Лицевую. И вот в этой лицевой я разворачиваюсь. Не нужно немецкий способ. Не нужно никуда перекрещивать петлю. Ничего. Я ставлю резиночку, чтобы посчитать. Я просто снимаю вот эту петлю. Потому что в изнаночном ряду я изнаночные петли снимаю. Сняла, накинула на нее резиночку, чтобы не потерять ее потом. И с этой стороны я сейчас лицевые вяжу скрещенными, перевернутыми. Изнаночную снимаю. И вот это та петля, которая у меня двойная идет. Двойная край, кромочная. То есть я здесь провязываю сейчас лицевую. Провязываю изнаночную. И опять уже теперь вяжу полный ряд. То есть я встроила укороченный ряд для того, чтобы формировать закругление. И вот здесь вот в конце, видите, я добавила еще несколько укороченных рядов, коротких. Опять же в той же лицевой петле, но уже в другом ряду. Для того, чтобы получилась вот такая форма. Потому что мне вот отсюда нужно посчитать количество, набрать количество петель. Правильно. Поэтому я вязала здесь столько укороченных рядов, чтобы вот эта крайняя петля, из которой я буду набирать. А набирать я буду вот отсюда. Я покажу, как я это делаю. Сейчас я буду набирать петли. Ширина горловины у меня от плеча до плеча 27 петель. Минус одна, потому что одна это будет задняя регланная линия, из нее формироваться. И одна передняя. То есть я буду набирать сейчас 26 плюс одна плюс одна. И еще одна у меня уйдет из резинки. Я набирать с изнаночной стороны. Вот эта петля, она у меня будет краем моей резинки. То есть я здесь поставлю сейчас маркер, который будет в ней ее отделять. Для того, чтобы она у меня не путалась. И уже вот отсюда сейчас. И первые петельки от угла я буду набирать крючком. Вот таким вот образом. Под каждую крайнюю. Видите, вот она моя крайняя. Смотрите. Вот она. Под каждую крайнюю мне вот так вот нужно зайти. Они у меня здесь посчитаны. И я набираю петли. Здесь-то как раз ничего сложного нет. Главное не пропустить потом. Вот раз. Теперь следующая кромочная. Вот она. Вторая петля. Следующая кромочная. Третья петля. И я таким образом сейчас так дальше буду сейчас набирать все мои петли. Я их, конечно же, переброшу сюда на спицу. Для того, чтобы было удобно вязать. И так вот это у меня. Первая моя. Первая регланная линия. Дальше у меня идет одна петля рукава. С нее будет начинаться формироваться рукав. Вторая регланная линия. И дальше я уже набираю. То есть следующий маркер у меня будет моя средина спинки. Вот так вот видите. То есть у меня уже есть резинка, та, которая у меня выделена. У меня идут две петли. Одна будет идти рядом с резинкой. Вот отсюда я уже начну делать потом прибавки. Причем по горловине я прибавки сразу делать не буду. Только в реглане. Рукав, вторая регланная линия и вот эта спинка. Резиночки уже можно снять. А дальше мы вяжем реглан. Конечно же обязательно формируем углубление горловины спинки. У меня это четыре точки разворота. Формируем сначала одно плечо, потом второе плечо. Делаю прибавки из нижнего ряда. В рукаве делаю прибавки в каждом третьем ряду. В корпусе делаю прибавки в каждом втором ряду. Я нарисовала схему моих прибавок по реглану. То есть в рукав и в корпус. Вывязываю одно плечо, потом второе плечо. Я решила на кукле показать вам, потому что начало положено. И все остальное уже просто. И так вот это вот мой нулевой реглан. Видите как падает линия. То есть она падает не вот так поло, которое расширяет плечо. А вот так, которое наоборот стройнит. То есть нулевой реглан. И так после того, как мы набрали петли горловины. Вот здесь я вам показала схему. Мы начинаем вывязывать наши плечи. Формируя углубление горловины спинки. Вот здесь у меня прибавки в корпус в каждом втором ряду. То, что вы видели на схеме. Рукав в каждом третьем ряду. Прибавки я делаю из нижнего ряда. И я формирую плечо. Таким образом, что я сначала вывязываю вот эту часть. То есть одно плечо. Естественно, формируя прибавками. И здесь у меня четыре точки разворота. Провязав одно плечо, я перехожу на второе плечо. И здесь вяжу точно так же. То есть точки разворота. Я ведь вяжу поворотным вязанием. И у меня точки разворота вот здесь. Одна провязываю. Вторая провязываю. Третья. Четвертая. И после того, как я сформировала углубление горловины спинки. Я уже поворотным вязанием перехожу. И вяжу полностью от переда до переда. То есть от полочки до полочки. Оформив углубление горловины спинки, я продолжаю вязать. И уже наращиваю углубление горловины переда. Вот эта часть горловины ровная, там где нет прибавок. И вот отсюда я уже начала делать прибавки. Причем мы рассчитываем углубление горловины. И делаем форму горловины такую, как нам хочется. Прибавки делаем, отступая одну петлю. Конечно же, повторюсь, мы все делаем в соответствии с нашими расчетами. Арифметика, как говорится, нам здесь в помощь. И продолжаем вязать прибавками. Формируя нашу линию реглана. Формируя наше углубление горловины. Доходим до подреза. До отделения рукавов. Выйдя на нужную ширину, на рассчитанную ширину изделия, я сделала подрез. Причем подрез я делала методом Джули. Волшебный подрез. Посмотрите, магический подрез. У меня есть такое видео на ютубе, как подробно. И вы видите, абсолютно не видно. Ни линию подреза, ни переход, ни дырочек нет. То есть, все идеально. И рисунок у меня тоже есть в ленте, который я распределяла абсолютно по желанию. То есть, от маленьких дырочек до больших по низу. Обязательно не забываем для идеальной посадки, что по переду мы ввязываем укороченными рядами нашу глубину вытачки. Причем это полочки. То есть, мы ввязываем на одной полочке и на второй. И обязательно укороченные ряды по спинке. Повторюсь, для идеальной посадки. Теперь о воротничке. Воротничок это деталь, связанная отдельно на основном номере спиц. Связанная отдельно и пришитая обыкновенным трикотажным швом изнутри. То есть, планка ложится сверху воротничка. Вот это моя схема. Я набрала нужное количество петель, провязала полтора сантиметра и потом вязала полой резинкой с крещенными петлями. Обязательно укороченные ряды для формирования формы воротничка. Простите за тавтологию. Вот обратите внимание, на схеме вам было видно, я вам показала воротник. Вот отсюда начало полтора сантиметра. И для чего я вот здесь вот сделала лицевое вязание. Потому что это та часть воротника, которая у меня лежит под планкой. И для того, чтобы планка не становилась горбиком, я здесь сделала лицевое, а дальше уже вязала полую резинку. Видите, это полый воротничок, но с крещенными петлями. Почему с крещенными я вязала воротничок? Для того, чтобы соответствовала полка воротничку. И потом воротничок просто пришила трикотажным швом. Теперь обработка низа рукавов и низа моего кардигана. По низу рукава и по низу кардигана я делала полую резинку с крещенными петлями, точно так же, как делала воротник. И закрывала иглой. И напоследок, вся моя красота показалась мне недостаточно блестящей. Я ведь сорока знатная, а плюс ко всему, у меня еще и астериск звездочка. Я приклеила звездочки от Зворовски клеем Гуттерман. Клеем, который держит и стирку, и ВТО. И что немаловажно, он прозрачный. Вот и все. Я вам все рассказала, показала. Вяжите в кайф. И если это видео было вам полезным, не забывайте ставить лайк.